Небольшой посёлок Себян-Кюль 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 Она отметила, что сельское поселение Ламонхинский национальный наслег Одно из самых отдалённых и труднодоступных в Кобейском районе При этом, как отметила народный депутат, отдалённость национального наслега от крупных центров Как и следствие ограниченной связи с инокультурными сообществами Сыграла определённую положительную роль в сохранении эвенского языка и культуры Себян-Кюль – один из уникальных наслегов, где большая часть населения хорошо владеет и общается только на родном овенском языке Эти факторы могут в дальнейшем благоприятно сказаться на развитие овенов как отдельного неассимилированного этноса Подчеркнула Элена Христофоровна В силу исторических и природно-географических факторов Основным занятием местных жителей Ламонхинского наслега является оленеводство Сообщила глава наслега Алена Кривошапкина В 2008 году на территории национального наслега насчитывалось более 19 тысяч колов оленей До 2010 года оленеводческое хозяйство на территории было ведущим хозяйством в республике Глава наслега также отметила, что на сегодняшний день в оленеводческих хозяйствах сельского поселения Ламонхинский национальный наслег существует 11 хозяйств, где содержится 6412 голов оленей В годы перестройки раздробление губ Себян на мелкие хозяйства привело к резкому уменьшению численности оленей Она подчеркнула, что на спад поголовья также повлияло ухудшение условий жизни и быта оленеводов За последние годы резко ухудшилось соотношение цен на товары первой необходимости и заработной платы В следствии вот этих указанных причин оленеводство сейчас находится, скажем, в сложном положении И эти проблемы сейчас требуют решения не только перед администрацией нашего поселения стоит задача возрождение традиционной области Путем привлечения различных инвестиций из государственных муниципальных программ, путем повышения мотивации населения, получения грантов и поддержки инициатив населения В этом вопросе у нас также присутствует кадровый голод Нам нужны свои поселения, чтобы они писали сами гранты, участвовали и привлекали в небюджетные средства дополнительно в бюджет поселения Тем не менее, ламанхинский национальный наследник является ярким примером возрождения и развития родного языка Мы сохранили свою уникальную культуру – язык Даже маленькие дети разговаривают на родном языке своих предков На ламанхинском говере западного наречия овенского языка Обучение в школе ведется на родном овенском языке, сообщила глава поселения Таким образом, давайте сделаем выводы по основным проблемам и укажем на них Во-первых, это те проблемы, которые мешают нам развиваться социально и экономически Во-первых, это высокая детальность местного бюджета Местный бюджет, кстати, в этом году у нас уменьшился на 4,5 миллиона А также в конце года 2023-го наблюдалось непоступление доходной части бюджета Примерно 3,5 миллиона не поступило Мы объясняем сейчас причины этого Во-вторых, второй причиной, которая сдерживает наше развитие является слабая транспортная инфраструктура Об этом известно всем, да, у нас в России Отсутствие муниципального транспортного поселительского сообщения Надо работать на увеличение численности поголовья Найти пути выхода из кризисной ситуации Во-вторых, построить, оказаться действием в строительстве нового здания детского сада По культуре и по образованию необходимо приобретение транспортного средства Чтобы ездить на различные мероприятия Дороги у нас всегда стоят Кстати, в этом году тендер на автозимник выиграл субподрядчик АВА-прогноз И на дороге в этом году мы не жалуемся Она нормальная у нас Но вот эта проблема требует у нас дальнейшей работы Обустройство зимника по полкам Так, теперь у нас из-за штукности бюджета Нет возможностей оказывать софинансирование Для разработки проекта смертных документаций на социальные объекты Дальше, необходимо с метропользователями заключение гарантированных соглашений по взаимодействию Согласованных с государственной властью Себьян твердо может быть образцовым поселением Который будет демонстрировать всей республике, Улусу и даже всей России Сохранность языка и культуры иранского народа Вот именно на этом мы будем акцентировать внимание А мне кажется, что кто-то в этом году может попасть в эту программу При грамотной вашей помощи в Министерстве культуры и образования Создать программу в культуре Как раз когда на Алимичном Яплоне сегодня занимается этим вопросом И единственный поселок, в котором от рождения и до старшего поколения Язык сохраняют, именно ответственность они на себя берут Это нигде такого еще нету Поэтому очень просим, мы рекомендации напишем Директор муниципального унитарного предприятия Себьян им. Петра Афанасьевича Кемитинова Делегат Первого съезда оленеводов России, ветеран оленеводства Людмила Бурсова назвала основной причиной спада производства Низкую заработную плату оленевода Увеличить заработную плату за счет выручки от продажи мяса не предоставляется возможным Так как после забоя оленей снизится поголовье предприятия И получит предприятие меньше субсидию на выплату заработной платы А также вынуждено будет вернуть бюджет сумму за невыполнение плана Также есть стада, которые пасут меньше оленей Чем предполагаются методикой Министерства сельского хозяйства Стандартные стада гордо-таежной местности 800 голов оленей Но по закону выплачивать сумму меньше мурок предприятие не может И второй вопрос у нас о кадрах Нужно принять на сегодня кардинальные меры Для привлечения оленеводов и чумработниц Специалистов оленеводческих предприятий Во всех оленеводческих стадах не хватает чумработниц и оленеводов Ветеринаров, технологов Хотя в селе очень много безработных Просим рассмотреть возможность реализации стимулирующей программы молодой оленевод По типу «Зенский доктор», «Зенский учитель», Который привлечет кадры для получения в будущем сертификата на приобретение жилья Больше других перспектив для привлечения новых кадров нет Государство компенсирует только 60% расходов на содержание оленей А 40% оленеводы должны добираться за счет реализации мяса племенной поставки оленей Предлагаю рассмотреть данную методику с учетом повышения мрот С учетом реальных затрат на содержание оленей И подорожание продуктов питания и ГСМ Иначе северное домашнее оленеводство постепенно будет утеряно Выразила свою обеспокоенность руководитель МОП Правильно вы говорите Если там потеряем мы 10-20 оленей То сразу идет снижение заработной оплаты того, что вы планировали И все то, что в законе Закон у нас не принятый в окончательном счете стоит Правительством был проект Этот проект мы пока придерживаем Потому что первый в том, в той редакции, которая у нас есть Там все прописано, начиная от строительства домов, заканчивая рейтингами Все прописано, как положено, 77-я статья Надо отметить, что в современных условиях особая актуальность Приобретает вопрос развития и сохранения культур малочисленных народов Севера Их правовое и социально-экономическое положение Северное заявление заключено в перечень мест традиционного проживания Коренных малочисленных народов Севера Утвержденные распоряжения в правительстве России На уровне 631 Также на территории Кобяйского улса В целом зарегистрировано 9 общин коренных малочисленных народов Из них 8 в селе Северное заявление Три территории традиционного проживания ДТП Это Лавнухинский национальный наследие ДТП ДТП Северн И ДТП Крововый олень Это было принято решение наследственным советом депутатов И у нас получилось, что Во-первых, нужно отметить, что образование и утверждение границ ДТП местного значения Относится к полномочиям в органах местного самоуправления В данном случае к полномочиям муниципального образования Лавнухинский наслед И также Лавнухинский наслед должен осуществлять контроль За образованными территориями традиционного проживания Но у нас на сегодняшний день возникла ситуация наложения трех ДТП друг на друга Вообще федеральным законодательством прямо не установлен запрет на такие действия Но между тем целесообразность образования трех ДТП с наложением границ Остается под вопросом Потому что в принципе режим ДТП одинаковый на всех этих трех территориях Здесь также возникают сложности при подсчете убытков При проведении технологической экспертизы В связи со сложностью определения права обладателя участка То есть когда у нас три ДТП друг на друге Эксперты когда оценивают убытки и уявляют кто должен быть получателем Компенсационных выборов Это вызывает у нас определенные проблемы По данному вопросу рекомендовано Наслеженному совету депутатов совместно с администрацией Выработать пути решения данной ситуации То есть именно совет депутатов должен рассмотреть этот вопрос И принять решение Целесообразное вид Вот это наложение границ друг на друга Согласно реестре Рецензионных участков На территории Ломахинского Наслая-Москека Кобязь-Кулус Ощущает единость 16 микропользователей При этом вид работ указан Разведки и добычи Поиски и оценки По остальным микропользователям Это идет в биологическое изучение У нас только Разведки и добычи Поиски и оценки Компания прогноз Маняк Чечомбал Ну в соответствии с нашим законом В технологической экспертизе Закреплен принцип обязательности Проведения технологической экспертизы До принятия решения Орелизации намечаемых Хозяйственной иной деятельности С 2017 по 23 год Проведено 5 технологических экспертиз Это строительство Горного перерыващего комбината На базе месторождения Вертикальная Это прогноз В 2017 году Проведение пусков Космодрома Восточный Несколько блоков Там для падения И Это в 2020 году было Также Разведки и добычи полезных Ископаемых Компании Чеченбал В 2022 году Разведки и добычи золота Компании Маяк В 2022 году И реконструкция Обновительной фабрики С объектами услуживания Подслуживающего назначения На базе месторождения Вертикальная В 2023 году Подавала компания прогноз Но она сейчас будет Проходить повторную экспертизу Общий размер убытков По 5 проектам Составил 38 миллионов рублей Выглачено на данный момент 16,5 миллионов рублей Не выглачено 21,5 миллионов рублей Но здесь Нужно пояснить Что они не выплачены Они потому что Платежи растягиваются На период Реализации проекта То есть они По годам Выплачиваются Поэтому На данный момент Пока не выплачены Но будут выплачиваться Я уже который год Ставлю вопрос По методике Гарстной платы Оленеводов Во-первых Именно с точки зрения Чтобы мы все-таки Обсудили Ведь после введения Этой методики Мы потеряли Почти тысячу Оленеводов С учетом того Что их было Всего 2,200 На сегодняшний момент Мы имеем 1200 Все-таки У нас поддержка Оленеводов Должна быть Не только В числе Поголов В том числе В качестве Поголовья Оленеводов В том числе И сохранение Образа жизни Они добиваются Наоборот Совершенного сокращения И потом Исчезновения Оленеводов Второй момент Вот по этой методике Там существует Огромное количество Штрафных санкций За сокращение Поголовья Но совершенно Не учитывается Нет ни одного Кункта Который бы говорило Почему произошло Это сокращение Я несколько раз Ставил вопрос О том Что должны быть Там Есть ли какие-то Бедственное положение Какие-то ЧС Произошли То есть Составлять по ним Акты И В этом случае Не применять Штрафные санкции Но этого нет Я уже 5 лет Об этом говорю Но как будто бы Полностью в тишину Уходят А в итоге Это страдающие У нас Ленинводы Проистория Следующее По поводу образования Вопросы Финансирования Школы Пока она находится В ведении Муниципального образования Она вот так и будет У нас стоять Поэтому Я Сколько уже Выступаю О том Чтобы Вот у нас Выделили Так называемые Базовые школы КМНС Где еще Возможно Нормально Сохранение языка Таких школ У нас всего 9 В республике Придать им республиканский статус Подчинение Министерству образования Тогда мы можем Нормально Вести речь О финансировании Эти школ С дополнительными Ставками Методистов И так далее По родным языкам Только в этом случае Район же сам дотационный Не сможет Это обеспечивать И второе Вот с точки зрения Давайте посмотрим С точки зрения Перспективы У нас же Идет международное Десятилетие Родных языков На съезде Это предложение Андрей Васильевич Озвучил Но пока Ни министерства Никто пока Не отреагировал На то Чтобы Давайте запланируем К 2032 году К завершению Международного Десятилетия Вернуть Обучение На эргенском языке Хотя бы Вот школу Себян Себян Корея Там где Есть эта возможность Я понимаю Надо будет создавать Полностью Издавать Учебные пособия Учебники И так далее Но это Пока у нас Село Где функционирует Родной язык Нам надо этим Пользоваться И полностью В начальную школу Обучение На родном языке Чтобы было Возможно Потом это Уже распространять В другие селы Но Сепенкуры Сегодня На сегодняшний момент Язык функционирует И нам надо Создавать эти условия Чтобы это поддерживать Третий момент По взаимодействию С промышленной компанией Меня Немножко Рекомендация Но я понимаю Что проектом Ни одного слова По взаимодействию С промышленной компанией Нет Мы По крайней мере Себя Слышим Возвращение С промышленной компанией Только с точки зрения Конфликтных ситуаций Там загрязнение Произошло Там судебное И так далее Хотя вот Говорят о том Что налаживаются Какие-то Иногда Отношения Но это скорее всего Точечные Такие ощущения Как подачки От промышленной компанией Социально-экономическому Развитию Села Ведь А с другой стороны Вроде бы звучит Выражение о том Что заключены Социально-экономические Соглашения Но это Вы знаете Абсолютное большинство Вот этих вот Социально-экономических Соглашений Не носят Рамочный характер И в них Не прописаны Конкретные мероприятия Все-таки Мы должны вести речь Чтобы эти Социально-экономические Соглашения Носили Вот к ним Были Неотъемлемой частью Их были приложения Где четко Компания прописывает В чем она И как она участвует Причем С четким указанием Сум Я это к чему говорю У нас Этнологическая экспертиза Проходит Там у нас Просчитывается ущерб Хозяйствующим субъектам Но На порядок Должно быть Больше Ущерб Который наносится Этнокультурной среде Понимаете Социально Ему развитию Села Вот здесь Вот должно быть А то у нас прописан Там 20 миллионов Прогноз На сколько-то лет Должен заплатить Общинам Там Ну Хозяйствующим субъектам А социально-экономическому Развитию Села Они должны Представить Не 20 миллионов А 200 миллионов За это Кто-то скажет Что это очень много Но Компания У которой Ежегодный Аборг В миллиарды Рублей На хотя бы На 10 миллионов На 10 лет Может быть Может предусмотреть Вот такие вот Выплаты На сегодняшний момент Я понимаю Что Там сложная ситуация Там санкциями И так далее Но На системной основе Этот вопрос Должен Стоять Участники Круглого стола Учитывая Актуальность Обсуждаемых Вопросов В селях Дальнейшего Совершенствования Законодательства В сфере Защиты Исконной Среды Обитания Традиционных Образов Жизни Хозяйствования И промыслов Коренных Малочисленных Нордов Севера Республики Саха Якутия Рекомендует В бюджете Кобяйского Луса Района Необходимо Предусмотреть Программу Или подпрограмму Поддержки КМНС Кобяйского Луса По вопросам Развития Образования И культуры Исходя из Запросов В данных Направлениях Оказать Содействие В выделении Финансирования На разработку Проектно-сметной Документации Для строительства Нового здания Детского сада Нелтенка В связи С годом Семьи и детства В Российской Федерации И в Республике Саха-Якутия Решить вопрос По началу Строительства Общежития Для молодых Специалистов Учителей Физики И информатики Решить вопрос По выделению Штата Хореографа В этнокультурный Спортивный Комплекс Имени Михаила Николаевича Абрамова Геван Решить Также вопрос По организации И проведению Капитального Ремонта Здания Этнокультурного Центра Решение вопроса По выделению Приобретению Транспортного Средства Для перевозки Нацеления На различные Культурные Образовательные Спортильные И другие Мероприятия В зимний Весенний Период В селях Экономии Докационных Рейсов Оказание Консультационной И организационной Поддержки Соответствующих Органов В разработке И регулировании Вопроса По заключению Соглашений По сотрудничеству С компаниями Ведущими Хозяйственную Деятельность На территории Ламанхинского Наслега Гарантированной Третьей стороной Которая Будет Способствовать Участию Компаний В решении Социальных Вопросов Строительства И благоустройства Поселения По вопросам Развития Домашнего Северного Ольневодства Оказание Организационной И другой Помощи В решении Проблем Местного Значения Реорганизация МОП И перспективы Развития Ольневодства В Наслеге Решение Проблемы С учредителем Хозяйства И прочих Вопросов Урегулирование Вопросов По ТТП Ломенхинская И Себян Консультационная Помощь В работе Союза По развитию Частного Ольневодства При главе Наслега Продолжение следует...